Расстаются друзья, остается в сердце нежность, будем песню речь, до свидания, до новых встреч. Этого события Россия ждет уже более 30 лет. С тех пор, как в небо со слезами на глазах миллионы людей проводили большого воздушного мишку, символ летних Олимпийских игр 80 в Москве. Считанные месяцы остаются до Олимпиады в Сочи. 129 городов и 2900 населенных пунктов. По своей протяженности и продолжительности эстафета Олимпийского огня 2014 будет поистине уникальной. Тверской области выпала особая честь принимать ее первой, сразу после столицы и Подмосковья. Готовиться к историческому событию стали за год. Заметно преобразились города, улицы, парки, фасады домов, расположенных по маршруту следования огня. В порядок были приведены километры дорог. Детально отработаны совместно с оргкомитетом Сочи 2014 все детали прохождения по нашей земле эстафеты Олимпийского огня. Вся протяженность у нас на территории Тверской области составляет 28 километров. 22 километра это город по городу Твери, 4 километра по городу Торжок и 2 километра по городу Ржеву. Первым Олимпийский огонь встретят летчики пилотажной группы «Беркуты» в Торжке. В Тверь на стартовую площадку площадь Конституции прибудет в 2 часа дня. Именно оттуда и начнется первый этап эстафеты на велосипеде. Водная стихия тоже не останется в стороне. Один из участков маршрута пролегает по Волге и будет преодолен на лодках-драконах. Вслед за областным центром в субботу эстафету примет город воинской славы Ржев. Губернатор Андрей Шевелев особо отметил, участниками исторических событий смогут стать не только жители тех городов, в которых прибудет Олимпийский огонь, но и даже соседних. Всех муниципалитетов, соответствующие рекомендации даны главам, чтобы обеспечили доступность и обеспечили подвоз, желающие поучаствовать в этом событии, жители других населенных пунктов, муниципалитетов, школьников, семей рекомендовано и приглашение разосланы. Почетная миссия – нести Олимпийский факел досталось 140 землякам. В числе факелоносцев не только профессиональные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями – школьники, студенты, учителя и врачи. Действительно, эта Олимпиада, она всенародная. Действительно, практически все регионы России будут иметь счастье на своей земле пронести свой участок Олимпийского огня. Спортивный дух в эту пятницу охватит всю областную столицу. Культурно-развлекательная программа для зрителей будет организована сразу в нескольких точках города. На театральной площади откроется дом Олимпийской команды России. Его гостей ждут сувениры, викторины и общение со знаменитыми спортсменами. И даже возможность выиграть билет на Олимпиаду. Каждый сможет написать или сделать видеообращение с пожеланиями своему любимому олимпийцу. Кроме того, в доме будет установлено специальное устройство, которое измерит силу эмоций тверских болельщиков. Завершится эстафета у спорткомплекса «Юбилейный». Организаторы обещают выступления звезд, имя которых пока держится в секрете. Здесь же Андрей Швилев с одним из именитых спортсменов зажжет городскую чашу огня. Впервые за всю историю игр Верхневолжи сможет оставить ее у себя на память. Глава региона пообещал подумать и над предложением журналистов. Сделать так, чтобы огонь в этой чаше горел в день начала Олимпиады в Сочи. Поверьте мне, участвовать в таких мероприятиях, это запоминается на всю жизнь. Почему говорю «поверьте мне»? Потому что у меня было уникально. Мне повезло, я видел эстафету Олимпийского огня 80-го года, еще был мальчишкой. И до сих пор впечатление именно этого участия и эмоции людей, которые видели это, оно запомнилось. И таким приятным воспоминанием осталось на всю жизнь.